Здравствуйте! С вами Артём Войтюк и это Мировые новости. Туроператоры просят упростить въезд в Россию. Туристические компании просят МИД либерализовать правила въезда в страну иностранных туристов, в частности, внедрить электронные визы и предоставить европейцам возможность безвизового проезда. Такие меры, уверены представители туриндустрии, могли бы серьезно поддержать развитие въездного туризма и увеличить число зарубежных посетителей из отдельных стран на 30-40%, сообщает газета «Коммерсант». Действительно, несмотря на то, что после девальвации рубля количество туристов, въезжающих в нашу страну, и так увеличилось на 13%, дополнительная валютная выручка была бы не лишней. Впрочем, так уж повелось, что Россия в визовом вопросе всегда следует принципу «отменяют визу нам, мы отменяем им». На сегодняшний день безвизовый режим с Россией имеют почти 40 стран, преимущественно из Латинской Америки и СНГ. Так что ввести хотя бы 72-часовой транзит для остальных иностранных туристов будет крайне трудно. Индексация тарифов Платона начнется с середины 2017 года. Тариф на проезд грузовиков в системе взымания платы Платон не будет индексироваться на уровень инфляции до июля 2017 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. А с 1 июля 2017 года к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, будет применяться ежегодная индексация. Она будет исходить из фактического изменения с 15 ноября 2015 года и индекса потребительских цен. Напомним, что новая система взымания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн вызвала массовые акции протеста дальнобойщиков по всей стране. Они недовольны тем, что с них взимают очередной платеж наряду с транспортным налогом и акцизом на топливо. В ответ правительство решило установить в первое время работы системы пониженный тариф, а с 1 марта увеличить плату вдвое. Позднее было предложено оставить льготный тариф до конца текущего года, а также разрешить оплату проезда после совершения перевозки. Ну и напоследок криминальная хроника. Кошка-матроска из Владивостока, известная своим налетом на рыбный магазин в аэропорту Приморской столицы, стала рецидивисткой. Сейчас от животного пострадал хоккейный клуб «Адмирал», в офисе которого кошка стащила рыбину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь спортивной организации Станислав Луценко. «Рыбу мою кошки сразу отобрали. Матроска правильно питается, поэтому такую еду ей нельзя», рассказал Луценко. Сегодня Всемирный день кошек, друзья. Уделите своим питомцам чуть больше внимания. Это были мировые новости.